Умань является родиной первого номера украинского рейтинга Ярослава Жмуденко. Из этого же города и наш сегодняшний герой Владимир Чернобав. В семье Владимира почти все занимаются настольным теннисом, а его отец Иван Федорович является одним из ведущих тренеров украинского настольного тенниса. Да, да, это у нас семейное увлечение и я, мой брат тоже, он начал чуть-чуть позже. Кандидат, мастера спорта, любит, играет, есть свободное время, приходит, тренируется. А у тебя сын тоже занимается настольным теннисом? Да, ему 11 лет, 2008 года, уже в регионалке играет, в рейтинге уже, и у тебя трехлетняя дочка, она тоже уже держит ракетку в руках? Да, иногда я с сыном там дома стучим мячом, ракеткой, она как только увидит нас сразу, папа дай мне ракетку и сразу копирует то, что мы делаем. Именно благодаря Ивану Федоровичу в Украине появился китаец Коулей, который на долгие годы стал лидером украинской сборной по настольному теннису. В то время у Ярослава был контракт с Типхаром и отец был тренером в клубе Норд Донецк. Это был какой год? 2005. И им нужен был еще один сильный игрок для того, чтобы команда была в лидерах. И Типхар посоветовал Коулей, он тогда в Китае был. Клуб его пригласил в Донецк на просмотр. Он приехал, все нормально, понравилось и с ним заключили контракт. И он с тех пор, можно сказать, играет за Украину. И по сей день, и вот до сих пор, является долгие годы первым номером, входит там, в тридцатку входил мирового рейтинга, в сороковку. Да, да. Вова очень технический игрок, не очень быстрый, специализируется более на тактической игре. Он, во-первых, левша, очень играет несвойственную игру, играет очень широко, то, что неудобно соперникам. Я знаю, что у тебя был еще английский период. Вот ты четыре года играл в Англии за клуб. Как ты туда попал и какие у тебя вообще впечатления? Я поехал туда учить английский язык, параллельно работал и, опять же, там тоже нашел клуб, тренировался и играл в турнире. В Лондоне? В Лондоне, да. Сейчас его рейтинг составляет 51 балл, но в свое время он был больше 60. Расскажи, какие у тебя со мной были турниры и как ты выполнил мастер спорта когда? Когда я переехал из Англии в 2004 году, стал играть за команду Тертычного Ленида Васильевича, за киевскую команду. И ездили по турнирах на высшей лиге и там я выполнил. Довольно просто все было, не было такой цели, мастер спорта. Просто играл в удовольствие, были победы и оно так само собой получилось. Владимир Чернобаб один из самых неудобных для меня соперников, который является рыцарем на стольном теннисе. То есть это манера поведения за столом, это манера поведения вне стола и манера поведения непосредственно в непринужденной обстановке. Ну вот ты играешь с такими накладками, совсем не популярными, как говорится, фирма Haifu. Я не знаю, кто ее вообще знает, китайские накладки, основание тоже такое неказистое. Почему ты вот вроде такой мастер спорта играешь? Потому что многие зациклены на самых дорогих брендах ракеток, деревяшек, накладок. А я хочу играть инвентарем попроще, но при этом достигать тех же результатов. Потому что я верю, что в основном результат зависит от человека, как он тренируется, играет и так далее. Владимир, вот сейчас ты регулярно приезжаешь в Киев на турниры Сетка Кап. Раньше доводилось в Киеве часто играть или тренироваться? Знаешь тренировок каких-то киевских? В свое время я учился в Киеве с 95 по 99 года. Где учился? В Киево-Могилянской академии экономиста. И параллельно после занятий ездил в Ракетку, тренировался там несколько лет. У Тертычного Ленида Васильевича тренировался и одно время у Кокуниной Татьяны Борисовны. Рад, что сейчас на Сетке Кап играешь с разными соперниками со всей Украины. Да, очень рад, очень интересно, очень хорошая организация и возможность попробовать свои силы. То есть очень хорошие условия. Чем знаменит город Умань? Софиевка, евреи и настольный теннис. Вальднер. Самый неудобный соперник на Сетке Кап? Ну, пока Дяченко Славик. Самая памятная победа? Над Шимчонком, сборником Белоруссии в Киеве. В какой стране хочется побывать? В Японии. Что больше всего понравилось в Англии? Атмосфера. Именно как энергетика. Что коллекционируешь? Раньше марки, конверты, всякие. Сейчас машины. Любимая марка машины? Toyota. Как бы провел идеальный выходной? На берегу озера с удочкой, с семьей, с друзьями. Доброе утро, с вами я, Диана Ток. Это рубрика Сетка Кап Трикшот при поддержке магазина Table Tennis официального представителя Butterfly. А вы знали, что теннисисты делают специальные упражнения, прежде чем стать звездами в этом виде спорта? И одну из них мы сейчас вам и покажем. И сегодня у нас будет также по 10 попыток, в принципе, как и всегда. Но нужно будет попасть в маленькие ячейки. Попадание в саму коробку, если мячик там задерживается, будет стоить вам 1 балла. Но если вы попадете в самый центр событий, так скажем, это уже будет 2 балла. Поэтому желаю вам удачи и приглашаю самого первого игрока. О, есть! Один. Значит, давай. Куда-давай, куда-давай. Вот, поддерживаем. Вот так вот нужно играть. У нас было... Вот, поддерживаем. Вот так вот нужно играть. У нас было... Неудачно. Семь. Три балла. Просто не повезло или была ошибка какая-то? Кажется, ничего сложного, верно? Проверим. Четыре шарика и вы в финаль. Аккуратненько, подача. Аккуратненько, вот так вот. И последняя попытка, 4 балла, это неплохо. Неплохо, а кто там еще хочет сыграть, прошу, красиво. Так, сейчас будем поздравлять. И мы готовы поздравить нашего победителя, держите. Спасибо. Всем хлопаем, хлопаем, это было очень красиво. 5 шариков попали, 5 шков. Если вам нравятся наши трикшоты, пишите в комментарии и обязательно предлагайте свои идеи. И вы игроки тоже, если вам есть что сказать, тоже пишите нас под видео в комментариях. Это была Сетка Кап Трикшот. Турниры Сетка Кап идут полным ходом. Правда, не всегда их доигрывают все спортсмены. Восьмого сентября произошел уникальный случай, когда в турнире приняло участие всего три человека, вместо запланированных пяти. Кирилл Самокиш и Дмитрий Дробов не смогли сыграть в турнире, который в итоге четырех матчей завершился победой Богдана Сенкевича. А на следующий день один из турниров прошел в новом формате, поскольку на этом турнире оказалось всего четверо игроков. Был решено провести его в два круга. Победителем стал Владимир Вороненко. А 10 сентября в четвертом сете матча между Валентином Крапивцевым и Александром Мыцаком был зафиксирован счет 26-24. Теперь это новый рекорд турниров Сетка Кап по количеству разыгранных очков в сете. И вновь в нашем дайджесте присутствует фамилия Жалубак. Ведь 5 и 6 сентября финалы двух турниров разыгрывали два брата этой семьи, Роман и Михаил. Поделились по-братски. Сначала выиграл Михаил, а на следующий день Роман. Ну и выделим трех игроков, которые в период со 2 по 12 сентября сумели выиграть по три турнира. Один из них – герой одного из наших предыдущих выпусков. Богдан Савченко. У киевлянина Александра Колбасенко одна из лучших среди всех участников Сетка Кап статистика выигранных и проигранных матчей. В 40 последних сыгранных поединках он потерпел лишь три поражения. У него была серия из шести подряд выигранных турниров. Валерий Колесников выиграл 4 из 5 последних сыгранных турниров, одержав 20 побед и потерпев 5 поражений. Благодаря этому его рейтинг поднялся до 31 пункта. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Техни insgesamt летая оперативная тesisка Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал и мы как всегда ждем от вас лайков и комментариев. До скорой встречи и играйте в настольный теннис!